Хеллоу народ! Многие люди не знают какой фрукт использовать в Блокс Фруутс, поэтому сегодня я сделаю тирлист фруктов в этой игре. Стой! Перед началом не забудь подписаться на мой канал, ведь я очень хочу набрать 60 тысяч подписчиков. Ну а мы начинаем! Ищешь где купить дешевые робоксы? РБХ Кэмп, лучший сайт по продаже робоксов, тысячи отзывов, лучший курс и моментальная доставка. А также в группе ВК и Дискорд серии проходит куча конкурсов, где вы сможете получить бесплатные робоксы. А главное, остерегайтесь фейков и переходите только по моей ссылке в закрепленном комментарии. Ну что ж, ребят, вот мы уже и на сайте, и давайте начинать расставлять наши фрукты. Смотрите, здесь у нас есть тир F, это самый худший тир, и сюда давайте, я думаю, поставлю Бёрд Фалкон. Также мы сюда поставим Кило, Лав, Спайки, наверное, мы сюда поставим Ревайв. Вот такой вот, ребят, тир F, и здесь прям супер фигня фрукты, которые вообще либо плохие по дамагу, либо же они просто, ребят, плохие. И реально, это самые плохие фрукты, которые есть в игре. Это у нас Фалкон, также Кило, Лав, Спайки, Ревайв. И вот эти фрукты вам определенно не стоит использовать. Ну ладно, давайте переходить к тиру D. В принципе, тут немного фруктов поставлю, наверное, сюда мы, ребят, с вами поставим Спринг. Также, наверное, поставим сюда Спин, ребята. И еще, наверное, фрукт поставим сюда Барьер. Хоть Барьер стоит 800 тысяч, но все равно он довольно-таки слабый, поэтому, ребят, не рекомендую вам его юзать. Вот эти фрукты, конечно, они тоже довольно-таки слабые, но уже получше, чем те, которые в тире F. В общем, те, которые в тире F, это точно не стоит юзать, а те, которые в тире D, уже немножко получше. Но все равно я бы не рекомендовал вам использовать те фрукты, которые находятся у нас в D тире. Ну что ж, давайте переходить к тиру C. В общем, сразу же, ребят, я сюда поставлю Чоп. Это, кстати говоря, самый лучший из дешевых фруктов. Если у вас есть выбор, какой из дешевых фруктов есть, то это определенно Чоп, потому что у него есть защита от мечей. То есть, если вас будет кто-то бить с помощью меча, либо же вообще какого-то оружия, то вам просто не будет наноситься дамаг. И это очень имбово для фарма, для PvP и вообще для всего. Дальше, я думаю, что я поставлю сюда песок. Наверное, еще поставим сюда смоук. И, думаю, также поставим раббер и бомбу. Вот у кого-то у нас получился тир C, ребят. Тут уже вообще, ну, довольно-таки неплохие фрукты. Как видите, здесь у нас есть Чоп, это просто имбуля. Также у нас есть здесь Сент и смоук, ребят. Вот эти два фрукта, они логи, поэтому они тоже довольно-таки хорошие, особенно для фарма, если вы новичок. Ну, также рамбер и бомба, в принципе, неплохие. Просто не знал, куда их поставить, поэтому поставим их сюда. В общем, ребят, вот такого тир C, тут у нас Чоп, Сент, смоук, раббер и бомба. Это, в принципе, уже неплохие фрукты, но все равно, ребят, не самые лучшие. Ну, ладно, давайте переходить уже к тиру B. Тут у нас уже будут довольно-таки хорошие фрукты. Неожиданно, ребят, но я ставлю здесь даймонд. Как вы знаете, даймонд это довольно-таки плохой фрукт, но, ребят, я его сюда ставлю, потому что у него есть 20% защиты от любого дамага. То есть, если вы активируете способность даймонда, то у вас будет защита от 20% дамага всего, который вам будет наносить. Также думаю, что сюда мы поставим Феникса, наверное, еще сюда поставим Рамбл. Наверное, сюда поставим Лапу, кстати, в принципе, довольно-таки неплохой фрукт. Также поставим сюда Гравити, ребят, контроль, наверное, у нас сюда пойдет. Еще поставим Соул, кстати, Соул довольно хороший фрукт для фарма, у него там просто огромный дамаг. Еще, я думаю, что сюда поставлю Стринг, вот у нас Стринг, тоже его сюда ставим. Ну и все-таки, ребят, давайте поставим Лапу. Вообще, ребят, вот такой у нас получился Тир Би, здесь уже реально хорошие фрукты. И смотрите, здесь у нас Стринг, ребят, но да, Стринг это В2, потому что если Стринг В1, то это полная фигня. Но если у вас есть Авэйк, то это довольно хороший фрукт. Дальше у нас, ребят, Рамбл, это также только с Авэйком, потому что без Авэйка, опять-таки, Рамбл это фигня. Но с Авэйком это офигенный просто фрукт для ПВП. Потом у нас тут есть Соул, ребят, Соул это просто имбища, ребят, для фарма, потому что там огромный дамаг и вы сможете наизи фармить боссов. Потом у нас здесь Контроль, Гравити, Лапа, Феникс, кстати, тоже только В2, В1 это просто фигня. Ну и Даймонд, ребят, Даймонд, я уже говорил, он дает вам 20% защиту, что очень круто, особенно если вы играете за Мечника, то это офигенный фрукт будет вам как саппорт. В общем-то, вот так вот выглядит Тир Би, ну и давайте перемещаться к Тиру А. В этом Тире уже будут имбовые фрукты и давайте я сразу же поставил сюда Близзард, также мы сюда поставим Огонь, как видите, наверное, еще поставим сюда Лайт, также поставим сюда Дрожь, наверное, еще Айс, Портал и Шадоу. Вот так у нас, ребят, получилось, смотрите, здесь офигенные фрукты для фарма, например, Флейм это просто топ для фарма, также Айс, Лайт это просто топовые фрукты для фарма. Также здесь у нас Шадоу, он неплохой в ПВП, так же как и Дрожь. Ну и, в принципе, здесь вот такие вот у нас, ребят, фрукты Думаю, что нормальный тир, в принципе, здесь уже офигенные фрукты Конечно, не самые лучшие, но одни из топовых, которые вы можете юзать, ребята, я вам рекомендую Ну и следующий тир, это А+, тут будет всего лишь один фрукт, и это у нас, ребят, будет Дарк Это всего лишь один фрукт, я решил его поставить сюда Дарк, это просто пушка в ПВП, я не знаю, почему я его не поставил на С, ребят Но всё-таки, я думаю, что для него А+, это идеальный тир Потому что Дарк, это топовый фрукт для ПВП Там очень много всяких комбо можно сделать, если не ошибаюсь, там даже есть ваншот комбо Поэтому данный фрукт у нас стоит так высоко Ну а сейчас, ребят, давайте уже переходим к самым лучшим фруктам, а именно к тиру С В общем, для начала, сразу же давайте я тут поставлю Будду Потому что Будда, это топ для ПВП, для фарма и, в принципе, для всего Потом мы сюда, ребят, поставим Леопарда Также, наверное, поставим сюда Тесто, Драгона В общем, поставил я сюда вот такие фрукты, а именно Будда, Леопард, Тесто, Драгон, Магма и Веном Вот такие у нас фрукты, ребят, это самые лучшие фрукты в игре Будда, это имба для ПВП, для фарма Леопард это имба для пвп, тесто тоже Имба для пвп, в общем магма это просто Топ для фарма и веном это так же Топ для фарма за счет своего имбового дамага Ну и вот вам полный тирлист, если вам нужно Можете куда-то скринить и скидывать Либо если вам просто нужно сохранить, то можете Просто заскринить с видоса, ну что ж ребят Надеюсь что вам понравился тирлист и вам я чем-то Помог, а с вами был Коксин Винтер, не забывайте Смотреть другие мои ролики, а так же подписываться На мой канал и всем пока-пока Пока